Приветствую вас, мои дорогие любители пневматического оружия и устройств конструктивных сходных с ОНМ. Меня зовут Александр и вы на YouTube канале Русской Оружейной Лаборатории. Сегодня будет у нас очередное видео, опять длинное, как мы знаем, у нас практически других не бывает, в котором мы будем разбирать очередную новинку устройств конструктивных сходных с пневматическим оружием, который в ближайшее время компания Крал Армс начнет поставлять на российский рынок. Изделие прошло сертификацию и, соответственно, мы сейчас будем его осматривать, рассматривать, как обычно, измерять, так сказать, и распаковывать, а также самое главное мы разберем и посмотрим, что же у него внутри. Но для начала я расскажу небольшую, вернее, даже не расскажу, а, так сказать, обсудим с вами, дорогие друзья, небольшую предысторию. Вообще, в принципе, пневматики с предварительной накачкой в целом в мире. Лет 15 назад мы уже достаточно давно занимаемся пневматикой, точно больше 15 лет. Вот. И я занимаюсь пневматикой, а компания у нас существует с 2009 года. Вот. Мы прям плотно занимаемся пневматикой. И вот с этого периода времени, так сказать, я, естественно, в силу интереса собственного, постоянно отслеживаю новинки на рынке пневматики в целом. Что он предлагает мировое, так сказать, мировая конструкторская мысль. И вот я могу сказать, что, по моему глубочайшему убеждению, именно пневматическое оружие с предварительной накачкой, это, наверное, если вообще брать, в принципе, оружие, это, наверное, самый, так сказать, прорывной сегмент рынка вообще ручного стрелкового оружия в целом. Ну, если там брать, грубо говоря, огнестрел, пневматику, вот как раз именно пневматика развивается за последние, там, 15 лет просто семимильными шагами. Понятно, что в огнестреле, в принципе, там уже, как я уже говорил в каком-то одном из предыдущих видео, уже все придумано давным-давно, и вряд ли там что-то можно такое глобальное придумать. Последнее, ну, естественно, я и огнестрелом интересуюсь. Вот последняя, наверное, такая именно крупная прорывная идея, которая была создана в огнестреле, это был, когда Блейзер сделал свою модель R8 производитель, и сделал на ней прямоходный затвор с цанговым запиранием. То есть это болтовой, в принципе, такой затвор, но это не совсем, ну, болт, да, ручная перезарядка, но при этом прямоход, вот, и боевые упоры имеют такое цанговое запирание. Вот это, наверное, самый был такой прорыв, который, можно сказать, прям вот что-то изменил, такое глобальное, в глобальном смысле изменил на рынке. Новое показал, действительно. Больше, в общем-то, ничего такого особого нет, все уходят только в дальнобойность, которая достигается, там, изменением порохового состава, вот, новыми порохами, там, новыми калибрами, но в целом, с механической точки зрения, ничего нового не придумано, то есть в огнестреле. А вот в пневме ровно наоборот, там, наоборот, все развивается совершенно очень быстрыми темпами, огромными темпами, и поэтому представляет, ну, лично для меня, как в большей степени механика, оружейника-механика, вот, огромный интерес. И, вот, допустим, о том, что 10 лет назад, там, про калибр 6.35 говорили шепотом, о, у него 6.35, это... То есть сейчас 6.35 уже такой достаточно распространенный калибр, и, как бы, ну, 6.35 и 6.35. Про 4.5, который был самый распространенный, там, 15 лет назад, уже особо никто и не вспоминает. То есть все, как бы, стараются устройства конструктивно-сходные поиметь как минимум в калибре 5.5 и далее, далее, вот. А, соответственно, все это развивается. Еще раз повторюсь, когда, там, выпускали наши, допустим, там, компания «Атаман» делала, там, 15 лет назад винтовки в калибре 6.35, это были, у него 6.35, это, там, что-то так запредельное. И, в принципе, так было не только в России, так было во всем мире в целом, вот, в мире именно так. Сейчас очень большими, как я говорю, большими темпами, ускоренными темпами пневма развивается, и все начинают потихонечку приходить к калибрам большим, чем 6.35. Если до какого-то момента были определенные сложности, определенные, там, моменты какие-то, вот, то сейчас уже, в принципе, калибром 7.62 в пневме никого не удивишь. Да и девяткой по большому счету тоже никого не удивишь. До того момента, как были введены вот эти драконовские идеи с нашим уголовным кодексом, мы сами делали. Да и сейчас делаем, в общем-то, для заказчиков за рубежом, так сказать, конструкторы, киты для сборки самостоятельной, калибр 9 мм. То есть, в принципе, ничего там особо нового нет. И сейчас уже даже люди некоторые замахиваются, вот, если посмотреть YouTube тот же, в Штатах люди замахиваются на 45-й калибр, в принципе, который уже тоже достаточно популярен в пневматике, на калибр больше 45-го, то есть, там и 50-й делают люди, и калибр уже, который там измеряется даже не в долях дюйма, а там, типа, уже в долях миллиметров, там и калибр бывает и 14,5 мм, и даже 20, я знаю, миллиметров калибр делают некоторые компании. Это, понятно, сейчас достаточно пока что редкие вещи, но потихонечку все движется вот в сторону увеличения вот этого вот калибра. Есть такой YouTube-канал, наверное, один из самых известных вообще в мировом YouTube, Разрушительная Ранчо, Demolation Ranch, американская, там создатель канала МЭД, он, кроме огнестрела, он иногда, ему иногда попадают, привозят пневму крупных калибров, и он ее, как бы, из нее стреляет, вот он потихонечку начал говорить о том, что, если раньше он огнестрельщик, понятное дело, если раньше он говорил о том, что, ой, да это пневма, это все ерунда, то сейчас он говорит, что это уже совсем серьезное изделие, с достаточно высокой мощностью, но это, понятно, все для штатов ее, но, тем не менее, с достаточно серьезной мощностью, в принципе, как он говорит, это очень хороший пистолет, с мощностью пистолетной огнестрельной пули, только очень точный, то есть, из пистолета, понятное дело, стрелять там на 200 метров, это весьма и весьма проблематично, если вообще возможно, то из крупного калибра, как бы, на 200 метров, вполне себе, все это прекрасно будет работаться, и даже больше, чем на 200 метров. Так вот, дорогие друзья, сейчас я эту длинную вам предысторию выкатил, для того, чтобы рассказать о том, что к нам, вообще, сначала даже не так, Кралл, один из первых производителей, который, в общем-то, достаточно серийно, не достаточно, а серийно, начал производить одну из моделей своих винтовок, изначально в калибре 7,62 и 9 миллиметров. Понятно, что он был не первым, но, тем не менее, это из крупных таких производителей, можно сказать, ну, наверное, в числе, там, первых десяти, он точно. Вот, и сейчас, как раз, мы с вами будем рассматривать изделие, конструктивно-исходное, с пневматическим оружием, винтовку, которая производится сразу в самых больших, наверное, количествах калибров, которые вообще возможны, от 5,5 до 9 миллиметров 357. То есть, винтовка, эта модель изначально будет, ну, вернее, производится уже компанией Крал в калибре 5,5, 6,35, 7,62 и 9 миллиметров. У нас в Российскую Федерацию, разумеется, калибр 7,62 и 9 миллиметров поступать не будут, вот, по очевидным причинам их сертифицировать невозможно, ну, по крайней мере, очень сложно, а в настоящее время, возможно, даже уже и невозможно. Вот, но, тем не менее, эта винтовка будет поставляться в калибре, точно в калибре 6,35 будет поставляться. При этом, как я понимаю, узлы и механизмы этой винтовки останутся такими же, как для калибра, в том числе 9 миллиметров. Вы меня понимаете, о чем я говорю. Вот, поэтому, дорогие друзья, сейчас мы с вами начнем обзор устройство конструктивно-сходного с пневматическим оружием крал бигхорн. Бигхорн. Это, по-моему, винторогий баран на английском, если не ошибаюсь. Но могу ошибаться. Через секунду начнем. Итак, дорогие друзья, обращаем ваше драгоценное внимание на бигхорн. Кстати, бигхорн на английском это небольшой рог, а все-таки это снежный баран называется у них. Таким образом, как мы видим, бигхорн модель, крал бигхорн, будет поставляться вот в таком вот достаточно удобном и качественно сделанном пластиковом кейсе, что говорит о том, что это модель старшего ряда, так сказать, старшая модель, более дорогая, чем остальные изделия. Обратите внимание, у нас тут вот замечательный даже с колесиками кейсик такой, очень качественно сделанный, пластик твердый, вот с рукоятью для транспортировки и плюс еще дополнительная рукоятка вот здесь вот, которую можно, так сказать, посередине. Итак, открываем и будем измерять его. Ба-ба-ба-бам! Вот такое вот у нас изделие. Очень интересное, на мой взгляд, по крайней мере, внешнее. И давайте по комплекту поставки пробежимся. Комплект поставки у нас достаточно стандартный. Вот это два магазина, заправочный штуцер, как мы помним, он проприетарный, то есть он не подходит ни на какие другие модели, кроме как на модели Крал. Вот нижний вивер вот с болтиком для установки вот сюда вот и зачем-то вот эти шестигранники, ну, сейчас, по всей видимости, для разборки изделия. И вот такая вот у нас рукоять, которая одновременно является, может являться еще и сошками, по-моему, если не ошибаюсь. А, ну да, вот так они выдвигаются, вот эти сошечки, вот таким вот образом, вот такие еще и сошки, которые, собственно, рукоятка эта кретится на сюда вот, на этот вивер. Все сделано из достаточно качественного оружейного пластика, придраться особо тут и не к чему, вот, тем более-то все равно все идет в комплекте к изделию, что не может не радовать. Как мы видим, само изделие является, значит, устройством конструктивно-сходным с пневматическим оружием, построенным по типу карабин, по форм-фактору, точнее, карабин с колбовым резервуаром. Сразу бросается в глаза, что резервуар у нас алюминиевый, вот, хотя могли бы уже и ставить, начинать кевларовые колбы для существенного облегчения. Давайте мы измерим его технические характеристики, длина, ширина, высота. Итак, общая длина изделия у нас составляет, длинный у нас, он 105 сантиметров, больше метра. вот. Сейчас, так, мне тут подсказывают, что нужно поменять. Вот, высота его в максимальной точке у нас составляет 19 сантиметров. Вот, значит, от верхней части ствольной коробки до нижней части рукояти 19, там, чуть меньше, 19 сантиметров. Имеется, я так понимаю, регулируемая вот так вот щека подъемная. Да, вот здесь вот болтики, это мы все потом осмотрим отдельно. Заправочный порт у нас находится с левой стороны. Вот. И с правой стороны находится манометр. Рабочее давление у нас 250 бар, указанное на ствольной коробке. И сейчас мы замерим его вес. Вес это одно из самых главных, в общем-то, для пневматики моментов. Сейчас мы попробуем как бы его за что бы тебя зацепить, так, чтобы... Давай вот так вот. Очень большой вес, 4 килограмма 290 граммов. Он весит, ну, там, плюс-минус 4200, 4300 весит. Но он так ощутимо тяжелый. Вот. Сразу по ощущениям. Он, конечно, очень прикладистый. Прям прикладистый, прикладистый. Очень хороший. Я вообще карабины люблю больше, чем буллпапы, как вы знаете. Буллпапы я вообще не понимаю. Но! В силу того обстоятельства, что алюминиевый, алюминиевая колба стоит, развесовка у него, конечно, клюет вперед. То есть, это очевидно, что центр тяжести находится где-то вот как раз вот здесь. Вот. И... Но! Повторюсь. Если на него поставить кевларовую облегченную колбу, центр тяжести уедет как раз в район пистолетной рукоятки и будет очень прям вот прикладистый и хорошо он работать. Вот, дорогие друзья, собственно, сейчас мы с вами приступим к его полной разборке и анализу узлов механизмов. Через секунду. Итак, дорогие друзья, сейчас мы приступаем к самому интересному. Это к частичной разборке, к неполной разборке этого устройства. Устройства конструктивно-исходного с пневматическим оружием Крал Бихорн. Я уже отсоединил ложе. Ложе тут отсоединяется очень просто. Вот единственный болт, который крепится, которым крепится ложек ствольной коробки. выкручиваете его и снимаете ложе вот таким вот образом. Ложе орех у нас тут и, значит, соответственно, мы сейчас с вами попробуем еще эту ложе сразу осмотреть. В частности, щеку поднять. Вот здесь у нас регулируемая щека. Значит, как обычно, для разборки вам понадобится набор шестигранников и для работы и, может быть, пару отверток плоских. Итак, значит, выкручиваем вот здесь вот у нас скрытые установочные винты имеют место быть. Выкручиваем и можно поднять вот так вот, как мы видим, на любую высоту. Вот так вот можно поднять и, соответственно, обратно закрепить в ту позицию, которая вам нужна, обратно закрепить щеку. Вот. Весьма и весьма, надо бы сказать, удобно. на этом, собственно, ложи осматривать больше ничего нет смысла. Очень качественно сделанный орех. В принципе, турки вообще, в принципе, достаточно неплохие, делают деревянные ложи, надо отдать им должное в этом вопросе. Вот, винтик выпадает, не теряем его, обратно в ложе. И теперь давайте осматривать само устройство. сравнивать мы это устройство будем с устройством Крал Панчер Джамбо, потому что именно по мотивам, на основе, даже скажу так, не по мотивам, а на основе этого устройства сконструировано вот это устройство, Бихор. Я не могу сказать, что это прям точная копия, но очень-очень-очень близко. Теперь мы давайте осмотрим главный узел, то есть боевой накопитель, резервуар и, соответственно, боевой узел. Как мы видим, Z-образный переходник здесь уже изначально по моему глубочайшему убеждению сконструирован неверно, то есть они взяли за основу конструкторы Крал, взяли за основу такой же точный переходник Z-образный, который устанавливается на Джамбо и на другие модели с колбовыми резервуарами. Вот. Давайте мы снимем и сравним. У меня вот здесь лежит как раз резервуар с боевым узлом от Джамбо, просто со снятыми тут манометрами. Вот. Ну, давайте осмотрим. Для того, чтобы отсоединить его, необходимо что сделать? Правильно открутить два также установочных винта, которые находятся в нижней части ствольной коробки. Откручиваем их. Откручивать их до конца не обязательно. Вот. Ну, чтобы не потерять, так что мы сейчас чуть-чуть подоткрутим их и снимем резервуар. Посмотрим. Резервуар вместе с боевым, так сказать, узлом, с боевой клапанной группой. Вот. Откладываем временно. Итак, как мы видим, никаких отличий ни по размерам, ни почему, ну, может быть, только по покрытию, нет между предыдущим вариантом для Крал Немезис, Крал Джамбо, вот такие вот, и то же самое здесь абсолютно все то же самое. Диаметры у нас боевых накопителей, что на Джамбо у нас 19,9, что здесь у нас также 19,9 и, соответственно, длины этих накопителей также одинаковые, 42,8 и здесь у нас тоже самое 42,8 миллиметров, вот такие вот они имеют место быть. Здесь единственное отличие, у Бихорна имеют место вот такие вот отверстия крепежные, я не знаю для чего, скорее всего, там резьба нарезана, скорее всего, это для того, чтобы устанавливать на, может быть, другие модели, их можно будет с другим креплением, сюда, скорее всего, крепится мост прицельный, возможно, планируется изготовление буллпапа на этой основе, вот, но, тем не менее, вот такая вот штука ничем не отличается, я даже вскрывать это не буду, вот, по одной простой причине, и у меня на канале, и на других ютуб-каналах есть огромное количество видео, где вскрываются вот эти вот, так сказать, боевые накопители и осматриваются, ничего там нового нету, вот, шток клапана точно такого же диаметра, соответственно, клапан сам боевой, они не меняли производители, это обычный узел, накопитель и боевой узел от обычного Джамбо, Немезица и других изделий с колбовыми резервуарами от компании Крал, и это, дорогие друзья, в корне, в корне неправильно, это самое главное упущение конструктора, конструкторов компании Крал, потому что, конечно, с таким боевым накопителем, с таким Z-образным переходником достичь каких-то супервысот в прохождении рабочего тела при выстреле, прохождении через, по тракту подачи из резервуара непосредственно в боевой накопитель и затем в ствольную коробку и затем в ствол не приходится. Как мы знаем, здесь главная проблема, то, что вот отверстие вот здесь вот, которое поставляет давление, поставляет рабочее тело в накопитель боевой и далее в тракт подачи, оно очень маленькое, здесь невозможно просверлить отверстие диаметром более 5 миллиметров, технически невозможно, потому что, если здесь сверлить, то сразу вот здесь вот, вот здесь скрывается, то есть, толщина стенки вот в этом месте не позволяет и угол не позволяет изменить его, соответственно, ну, к сожалению, это не работает так. Вот, я покажу, как правильно должен выглядеть боевой накопитель. Вот, правильно боевой накопитель, вернее, Z-образный переходник должен выглядеть вот так вот. И, более того, вот эта часть, вот здесь вот она съемная, как мы видим, да, вот лыски имеют место, то есть, открутить, здесь эта часть, вот эта, цельно фрезерованная с телом Z-образного переходника, хотя он не Z-образный, он же кубообразный переходник. Вот это правильно сделано, это правильно сконструировано. Тут проходное сечение внутри вот этого переходника 8 миллиметров, оно хватит на любой калибр и со всеми вытекающими. Здесь, к сожалению, это в корне неправильно, и это однозначно даже при качественном подходе к модификации не позволит на родном железе сделать сколь-либо там нормальные какие-то действия, в пределах трехжоли, разумеется, дорогие друзья, вот, не позволит. К сожалению, здесь прямо это главная ключевая ошибка конструкторов. Нужно для таких калибров, конечно, которые они продают в других частях света, нужно, конечно, делать вот такие переходники, потому что только с таким переходником возможно получить такие вот прям хорошие мощности для крупных калибров, в которых производится он. Но, дорогие друзья, разумеется, это устройство прекрасный донор. Мы сейчас в дальнейшем будем его осматривать. Там есть сильные изменения. Это устройство прекрасный донор для каких-то интересных модификаций внутри нашего законодательства или для других странах, где нас смотрят и где разрешено проводить модификации. Очень интересный донор, безусловно. Так, давайте мы далее посмотрим на ствольную коробку и ствол. Для начала мы отсоединим от ствольной коробки ствол. Ствол также подсоединяется внутри ствольной коробки, крепится так же, как на Джамбу и на всех остальных моделях компании Крал двумя установочными винтами вверху ствольной коробки. Но, дорогие друзья, хочу отметить один важный факт. Для начала мы открутим и снимем ствол, потом ствол рассмотрим из ствольной коробки. Для начала хочу отметить факт, что он просто вытаскивается вот так из ствола коробки отсоединяется, отложим его на время, что винты установочные, которые, извините, очень жарко у меня в мастерской, вот, у нас тут вообще в Москве Сайгон, реально, плюс 28 и дождь, реально Сайгон, вот, винты установочные здесь, на Бихорне, они не М6, а я подозреваю, что здесь, наверное, М8 винты, да? Да, М8, то есть, вот это вот отверстие, вот, как мы видим, вот, можно даже, я сейчас вам покажу, а, да, вот, джамбо, ствольная коробка джамбо, вот, взята мною для анализа, так сказать, сравнительного с этой ствольной коробкой, вот, здесь отверстие и здесь отверстие, даже визуально видно, вот эта коробка, это Бихорн, вот эта коробка джамбо, даже визуально видно, что отверстие больше здесь, чем здесь, здесь отверстие М6 с резьбой, здесь, соответственно, отверстие М8, Это говорит о том, что как бы можно очень неплохо изменить диаметр перепуска без каких-либо там нарезаний, перерезаний респы и так далее и тому подобное То есть как минимум здесь можно нарезать 7,9 перепуск Очень хорошо и мы поэтому давайте сейчас попробуем измерить внутренний диаметр перепуска, который изначально тут стоит Я уверен, дорогие друзья, что на самом деле там конечно сейчас перепуск просверлен согласно законодательству в пределах там 5 Вот, наверное, сейчас посмотрим, а нет, 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 вот 7, ну-ка, семерочку, семерочка, так, семерочку нет Вот, ну, вот это 6,8 Вот 6,8, как мы видим, сверло спокойно заходит, соответственно, там уже 6,8 просверлено изначально с завода Вот, и это, конечно, не может не радовать, потому что, как мы помним, стандартный перепуск в ствольной коробке Джамбо То, по-моему, если не ошибаюсь, 4,5 там или 5 миллиметров Вот здесь вот, давайте попробуем Джамбо сравнить сразу Ну, допустим, вот пятерочку возьмем Он даже пятерочки не лезет Не лезет в отверстие, соответственно, менее 5 миллиметров Ну да, 4,5 скорее всего Вот, а здесь, извините меня, там, как мы видим Значительно больше, и это вселяет оптимизм Теперь мы давайте особенно внимательно рассмотрим ствол Ствол у нас в ствольном кожухе находится Для того, чтобы его разобрать и осмотреть, откручиваем переднюю часть Передняя пробка, вот эта, она крепится на резьбе на стволе, как мы видим Вот, здесь имеется центрирующая проточка, что тоже немаловажно И передняя пробка, естественно, она состоит из двух частей Вот, на которую можно накрутить резьбу 1,2 ОНФ То есть 1,2 20 ниток на дюйм Все у нас прекрасно тут, все замечательно И все это будет работать Соответственно, модератор устанавливается прямо на ствольный кожух Что не может не радовать Итак, снимаем, вытаскиваем ствольный кожух Вот у нас ствол Как мы видим, он даже зрительно толще Вот, это родной ствол крала Вот, крал брейкера Ну, это не важно, крал брейкер, крал макси Вот, такой Это ствол бихорна И имеет он диаметр Родной ствол имеет диаметр у нас, как мы знаем, 14 мм Вот, а этот ствол имеет диаметр 14,85 Уже практически на миллиметр больше диаметром Это понятно, почему это обусловлено тем, что Туда устанавливаются стволы калибра 7,62, 9 мм И если сюда поставить 9-мм ствол С внешним диаметром 14, будет иметь настолько маленькую толщину стенки Что его будет мотать вот так вот, как рыбий хвост при выстреле Это неприемлемо, дорогие друзья, разумеется Также я особенно хочу отметить диаметр посадочного Ну, посадочный диаметр, точнее сказать Посадочный диаметр в ствольную коробку В стандартном варианте для 6,35, для крал макси, для джамбо того же Посадочный диаметр у нас составляет и всегда составляет 12 мм Точнее, там, 12 на минус 11,9, 97, вот так вот Это на родном, ну, на стволах джамбо А здесь посадочный диаметр тоже увеличен и он составляет 12,8, то есть почти 13 мм Составляет посадочный диаметр, это также связано с тем, что Невозможно поставить слишком тонкий диаметр, малый диаметр для того, чтобы нормально это все работало В принципе, если уж фрезеровали ствольную коробку, можно было бы сделать диаметр и больше Потому что все-таки даже 12 мм, или 13 мм для калибра того же 9 мм, это маловато Стенка очень тонкая получается, особенно в месте вот этой вот кольцевой проточки внутренней, уплотнительной, где находится уплотнительное кольцо Там стеночка вообще остается очень крошечная и при сверхвысоких давлениях вот это место может испытывать такие запредельные нагрузки при выстреле И, соответственно, произойти некая аварийная ситуация, оторвать жопу так называемую ствола, как это называется Но, среди оружейников, пневматиков Но, тем не менее, вот сделано то, что сделано Хотя, повторюсь, я считаю, что конструктивно можно было бы его увеличить вообще до 14 мм Ну, по крайней мере, до 13,5 мм точно Вот, теперь самое интересное наступает Мы смотрим на ствольную коробку Значит, ствольная коробка Кралбихорн имеет, как мы видим, двушептальную схему Теперь уже практически для всех старших моделей стандартную, как мы видим здесь большое количество осей Соответственно, двушептальная схема И это абсолютно правильно При этом сама ствольная коробка, она гораздо больше по размерам, по длине, чем ствольная коробка предшественника Джамбо, по мотивам которого было создано это устройство Берем джамбовскую коробку и коробку Бихорна И просто сравниваем их по высоте Вот, обратите внимание, у джамбо, вот этот вот Это уже практически, ну, хоть и ствольная коробка, но, тем не менее, это уже для накручивания ствольного кожуха Здесь, как мы видим, даже без вот этой вот накрутки ствольного кожуха, без резьбы ствольного кожуха Она больше коробка Габариты по толщине ствольной коробки, они одинаковые То есть толщина ствольной коробки у джамбо у нас составляет 25 миллиметров И также она составляет 25 миллиметров у Бихорна Но длина ствольной коробки значительно больше И обратите внимание на самое главное На самое главное Насколько вперед отнесен магазин То есть, вот пропил под магазин, проточка под магазин, фрезеровка в ствольной коробке джамбо И вот, насколько отнесен магазин вперед у крал Бихорна Это сделано, я сейчас дальше буду вам рассказывать Самое интересное, чем отличается Бихорн от джамбо Отличается он пробегом ударника В пневматическом оружии ударник играет, сами понимаете, ключевую роль Вообще, в принципе, боевая пружина, то есть пружина ударника И сам ударник играет ключевую роль Именно он открывает, именно с помощью него открывается боевой клапан На то количество миллисекунд, которое вы настроите Там, с помощью боевой пружины, веса ударника Длины пробега ударника и так далее и тому подобное Естественно, чем больше калибр для любого пневматического устройства Тем на более длинный период, длительный период времени Нужно открыть ударник Соответственно, расход будет, конечно, больше Ну и энергии нужно подать в ствол, в тракт подачи больше Потому что пуля вес имеет больше Трение покоя, которое нужно преодолеть Пули, чтобы стронуться с места Тоже больше сила трения и покоя Как мы помним по физике, там, по-моему, шестого класса или седьмого класса Вот, нужно преодолеть больше Соответственно, как мы помним все из физики Самая большая энергия теряется на то, чтобы стронуть что-то с места Если что-то стоит неподвижно Грубо говоря, как мы все, если толкали машину То мы знаем, да, что самое большое усилие нужно для того, чтобы стронуть эту машину с места Как только ее стронули с места, машина уже начинает катиться сама И мы уже значительно меньшее усилие прилагаем для того, чтобы поддерживать ее движение вперед То же самое происходит с любым твердым телом в нашей вселенной от физика Нужно применить огромное усилие для того, чтобы стронуться с места преодолеть силу трения покоя Вот, и именно для этого в Крал Панчер Бихорн удлинен пробег ударника Я поясню Вот у меня есть, здесь, к сожалению, ударника нет Полностью разобрана коробка Но есть точно такая же ствольная коробка от Брекера В которой пробег ударника ровно такой же Как который имеет место быть в Джамбо Вот, и если мы замерим эту глубину, так сказать, шахты ударника Вот, как мы видим, ударник на этой коробке Крал Брекер находится в крайнем переднем положении И мы замеряем глубину вот этой шахты Вот, до дна, так сказать, ударника, куда упирается пружина Вот, и мы здесь у нас получается 70 миллиметров Вот у нас 70 миллиметров Это крайнее положение ударника в, ну, можно сказать, в Джамбо Да, вот, 70 миллиметров А здесь, как мы видим, сейчас я вот здесь вот опустим ударник Также у Бихорна опустим ударник в крайнее положение Кстати, обратите внимание, здесь нет вот этого фиксирующего болта Это очень тоже важно Потому что вот этот болт, который фиксирует ударник от проворота на других моделях В принципе, он нафиг там не нужен Не проворачивается ударник Ну, это в эксцесс такой крайне редко Вот А тормозить ударник в крайнем переднем положении Он способен, к сожалению И поэтому ударник нужно делать по-хорошему обязательно вывешенно, так сказать Чтобы он мог ударить, откатиться назад Вот это вот все Чтобы он мог максимально передать энергию И ему ничего не мешало в виде вот этого стопора Чтобы максимум мог подать Так вот Вернемся к длине шахты Глубине, точнее, шахты ударника Или длине, смотри, с какой стороны смотреть Вот И здесь она у нас составляет До дна ударника Сейчас Секунду О Вот так 83 мм Ну, может быть погрешность измерений Но Тем не менее У нас глубина Глубина уже больше Да, 84 мм Ну, еще раз повторюсь Это Слишком То есть Пробег ударника больше И возможность Что тоже самое главное Как я уже многократно говорил Это возможность установки более длинной боевой пружины Тоже из физики Все банально Чем длиннее пружина При прочих равных Тем большую работу она выполняет Это Безусловно Это можно Найти В интернетах есть Калькуляторы пружин И просто посчитать Насколько увеличится Работа пружины При ее удлинении При прочих равных То есть При одинаковом внешнем диаметре При одинаковой Толщине проволоки Вот И так далее И тому подобное То есть Количество витков Играет огромную роль То есть Количество витков И длина пружины Это ключевые показатели Эффективности Этой работы пружины Вот Здесь Соответственно Вот Эффективность Значительно выше То что мы делали Дорогие друзья Вот если вы посмотрите Наши ролики Когда мы делали Винтовки в калибре 9 мм В калибре 7,62 мм Мы Однозначно Устанавливали Так называемый Удлинитель Шахты ударника Это такое Специальное приспособление Которое Вкручивалось Вот сюда Вот И мы Как бы Пилили ложе Отсюда Вот так Выходил Такой вот Носик Разной длины Это делалось Как раз Для того Чтобы Увеличить Пружину То есть Увеличить Ее работу Мощность Пружины Обеспечить Большую Для того Чтобы Качественнее Открыть На большее Количество Времени Ударник То есть Чем короче Пружин Тем сложнее Или даже Невозможно Что-либо Сделать С Мощностью Так сказать Ударник Который ударник Передает На клапан На боевой Здесь же У Бихорна Уже Увеличен Я бы Сказал Что Не сильно Они конечно Увеличили Всего На сантиметр Но Это лучше Чем ничего По крайней мере Можно уже Ставить Если и ставить Удлинитель Жак Ударника То можно Его сделать Значительно Более Коротким Вот И он не будет Мешать При Так сказать Вот таком Вот захвате Да То есть Он же будет Получается Вот Ложе будет Пропелено Отсюда Будет выход Вот И Иногда Людям С большой рукой Он может мешать Вот здесь Но можно Его уже Сделать Значительно Более Коротким Возможно Даже На длину Вот этой Части И не более Или там С микроскопическим Выходом На Там Буквально На сантиметр Может быть На 10 миллиметров Даже может быть Меньше Это мы будем Естественно Все считать В дальнейшем Мы вам Все это Расскажем И покажем Но тем не менее Уже Хорошо Уже Прекрасно Вот Но Что Непрекрасно Непрекрасно То что Пружина Здесь Стоит Опять 8 миллиметров Я понимаю Желание Производителя Увеличить Вес ударника Без Изменения Его габаритов Но это Не тот Неправильный Путь Это неправильный Путь По одной простой Причине Ударник Конечно Вес ударника Играет Конечно Большую роль Но не ключевую Ключевую роль Все таки В Так сказать В увеличении Времени И в передаче Импульса Играет Пружина Боевая И естественно Боевая пружина 12 миллиметров К примеру Да Которую они Ранее ставили На Брейкер На Макси Она При прочих равных Она играет Значительно Дает Больший импульс И большую энергию Передает Чем Пружина 8 миллиметров Но мы Естественно Уже научились Все это лечить Все мы туда Ставим Свои ударники Вот Новые В общем-то Все там Все это лечится Все это работает Самое главное Что здесь Конечно Очень хорошо Что здесь Увеличен Вот это вот Место под пружину И пробег Сам ударника Увеличен Вот на эти Там Пусть небольшое Количество Но он Увеличен Это правильно Это хорошо И это грамотно Вот В общем-то Наверное На этом Можно сказать Поставить Заключительную Точку И сделать Такие Заключительные Выводы Бихорн Как модель Вызывает Двоякое У меня лично Двоякое Эмоции Я Сразу хочу Предупредить Что я Никакая Нистина Ни в какой Инстанции Ни в первой Ни в последней Ни в средней Ни в какой Я высказываю Исключительно Своё мнение У вас может быть Своё И прекрасно Много мнений Быстрее найдем Истину Значит Бихорн Еще раз повторю Составляет Очень двоякое Почтение С одной Стороны Это Они Производители Конструкторы Они Сделали Множество Правильных Вещей То есть Они увеличили Длину пробега Увеличили Ствольную коробку Внешний диаметр Ствола Поставили Сюда Правильный Но Создается Ощущение Какой-то Недоработок То есть Вот Допустим Ну что бы им Не сделать Вот здесь Вот Отверстие Не Посадочное Все-таки Не 13 Там Миллиметров Вот А Большое Допустим Да Не на миллиметр Увеличить А на 2 Миллиметра Что такое Ну просверляли Здесь Дырку Больше Грубо говоря Расточили На миллиметр Больше А это Существенно Улучшит Характеристики Ствола Вот Можно было бы Удлинить Допустим Ствольную коробку Не на Пробег ударника Не на 10 Миллиметров А хотя бы На 20 Вот Что тоже Сыграло бы Значительную роль Вот Ну то что Вот это Вот Это эпический Конечно Провал То что Здесь Использовано Стандартная Зетка Зет Зет Образный Переходник Вообще Стандартный Боевой Узел Использован От Крал Джамбо Хотя Уже Сто раз Говорили Что невозможно Нормальные Энергетики Получить На этом Вот Зет Образном Переходнике Понятно Что Все это Лечится Все это Лечится Но это Лечится Как бы Заменой Да То есть Это не Не на родном Железе А заменой Вот этих Узлов Вот Замены Какими-то Доработками Это Прекрасно С одной Стороны Да Приятно Приложить Усилия Там И получить Что-то Такое Но Можно Было Вот эти Вот Недоработки Устранить На начальном Этапе Работы На начальном Этапе Конструирования И Тогда бы Получилось Прямо Хорошее Изделие Там Кстати На Официальной Странице Крал Армс Ну На официальном Сайте Крал Армс Вот Показаны Вот У этой модели У всех моделей Там показаны Теоретические Мощности Которые Она выдает На самом деле Подавляющее Большинство Производителей Показывают Какие-то Совершенно Некорректные Я бы сказал Там Цифры По скоростям Там И все Такое Прочее Причем Даже более того Многие Производители Мощность Не указывают Они указывают Скорость Там Типа Пуля Такая Даже не пуля А просто Скорость Такая Вот Но Как правило Я такие скорости Я не могу понять Вот Там Какой-нибудь Хацан Допустим Может показать На флеше Что он Из коробки Стреляет Там 320 метров В секунду Чем он стреляет Блять 320 метров В секунду Паралоновым Шариком Только может Он выстрелить Из коробки 320 метров В секунду А вот У Крала Они молодцы Они честно Написали Не вес Пули А мощности Написали Которую он выдает И вот как раз Мощности Я полностью согласен С ними Там написано Что в калибре 7,62 миллиметра Выдает По-моему 110 джоулей Мощности В принципе Так Я думаю Так и есть Да Из коробки Он Воланчиковой Пулей Как раз И выдаст Я так думаю Из коробки Такие мощности Если Говорить Но Для калибра 7,62 В наше Уже так сказать Время 120 Там 110 120 Даже 150 Джоулей Из коробки Это мало Это мало Было бы совершенно Замечательно Если бы она из коробки Выдавала 200 Джоулей И это реально Это абсолютно реально При определенных Внесении Там Правильных изменений Вот так скажем И 200 Даже 250 Реально Но это уже После таких Глубоких модификаций Но тем не менее Это абсолютно реально Здесь Ну Вот 110 Да Это реально И даже 120 Реально Но как бы Ну это Такое У нас Понятное дело Все это запрещено У нас Друзья мои Три Джоуля Вот Но в странах Где это разрешено Специально Товарищ майор Исключительно В странах Где это разрешено Вот они Из коробки Выдают Вот такие Вот энергетики Безусловно Тут лжи никакой Нет Это правильная Энергетика Написана у них На сайте За что им Честь и хвала Кстати говоря В отличие От всех других Безусловно Безусловно Эта модель Она Очень 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 Хороший Донор Для Последующих Модификаций В пределах Трех Джоу Прям очень Хороший Донор Переделки Если будут Требоваться То условно Говоря Ствольную коробку Менять Практически Не надо То есть Просто путем Скажем так Установки Внешних Некоторых Изменений Внешних Уже готовых Решений Вот так скажем Ну в частности Допустим Нормального Зет Переходника И Там Резервуара На 300 бар Кстати Здесь Рабочая Колба У нас С объемом В стандарте Идет Пол литра Вот И объем Объем Пол литра А рабочее давление 250 Уже Уже плюс Раньше был 200 Вот Уже плюс Но Как бы Хотелось бы Конечно Облегченную Кевларовую колбу В идеале И Естественно Зет образный Переходник Правильно Но это уже Готовые решения Не надо Глубоко Копаться В ствольной Коробке Вот так Скажем То есть Это все Уже Совсем Совсем Другая История То есть Это можно Уже Ну скажем Так Практически В домашних Условиях Все это Сделать Вот Вот дорогие Друзья На этом Наверное Все Я не знаю Сколько он будет Стоить Надеюсь Что не очень Дорого Потому что Все таки Отдавать Какие-то Великие Там Тыщи За то Что потом Еще Достаточно Много Все равно Докупать До него Для нормальной Работы В пределах Трех джоулей Ну Спорный вопрос Все будет Зависит от цены Производителя От жадности Производителя И так далее И тому подобное Вот На этом Наверное Теперь Однозначно Все Сборка Осуществляется В обратной Последовательности Стреляйте Попадайте Подписывайтесь На наш канал У нас В подписи К видео Есть ссылка На наш Интернет ресурс На наш сайт Также есть ссылка На наш Телеграм канал В котором я Очень быстро отвечаю Обязательно Оставляйте Ваши комментарии Что все Говно Ты дурак И все Такое Прочее Вот Это прям Ну или наоборот Хвалебный Ты молодец Спасибо тебе За это Вот Любой комментарий Продвигает Наш канал Спасибо Кто их пишет Вот И плохие И хорошие Комментарии И хейтерам Спасибо И нашим друзьям Спасибо Вот В этом углу Вот здесь вот Или вот здесь вот Будет адрес Нашего сайта И так же сбоку Вот здесь вот с этой стороны Или вот с этой стороны Будет адрес Нашего телеграм канала Вы можете Прямо с экрана Его Посмотреть Забить И все Такое Вот За всем Позвольте откланяться Меня зовут Александр Пока